Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Месяц назад на сайте Лид Драфт встретились два сильных молодых мастера Арсений Цинов и Тимофей Проскурин. И сыграли две такие интересные партии, имеющие теоретическое значение. И сегодня мы совместно с мастером из Ярославля, Иваном Смурковым, хотим показать вам красоты из этого матча. Иван, здорово! Здорово, Олег, приветствую всех зрителей. Давайте, Иван тогда первую партию покажет. В первой партии встретилась вот такая жеребьевка. Она возможна после ходов ЕД4, ДЕ5, ДЕ3, БА5, ЖА4. Ход черный. Да, такая позиция неоднократно встречалась в партиях. Здесь сначала мы рассмотрим сильнейший план АЖ5, и потом сомнительный, но напрашивающийся ход ЕФ4. Значит, после АЖ5 идет такая игра. СД2, ЖА6, ДЦ5. Ну, такой полуфорсированный вариант. И дальше есть два варианта. Вот первый Олег покажет СБ6 и еще ЕФ4. Да, друзья, в этой позиции есть два варианта. СБ6 и ЕФ4. После СБ6 белым лучше всего разменяться вот таким образом. СБ4. Ну и как бы черные не побили, мы все равно бьем сперва на С5, а потом на Б4. И возникает вот такая позиция. Стоит угроза СБ6 элементарная, поэтому черным лучше всего разменяться ЕД6. У черных центр, поэтому белым здесь надо играть аккуратно. Здесь уже белым, в свою очередь, лучше всего разменяться, поставить так называемый тычок ходом БЦ5. Ну и дальше все форсировано. Допустим, ДЕ7, ЕД2, БЦ7, ДЦ3 надо построить колоночку из шашек А1, Б2, Ц3. И на ход АЖ7 играем ФЖ3. Здесь белым на ход ЖФ4 лучше всего разменяться ходом ЦД4. То есть белые здесь выигрывают шашку. Но это им дивидендов не приносит. То есть черные жертвуют ФЕ3 и играют ФЕ5. И видите, друзья, здесь у белых практически единственный ход АБ2. То есть на ход ФЕ3 здесь уже будет удар. То есть ЕД6 и ЖФ6. Ну хотя и здесь, в принципе, позиция ничейная. То есть можно сыграть таким образом. Но лучше всего сыграть в этой позиции АБ2. И черные сохраняют угрозу с помощью хода ЖФ6. То есть снова на ФЕ3 будут проводить удар ЕФ6. Поэтому белые сыграют БЦ3. Ну и на нападение уже скидывают шашку и меняются вперед. Здесь все форсировано. АБ6, ЖФ4, бой вперед. И на ЕД6, ЕД4 с равной позиции. Да, и возникла уже надоевшая всем позиция, наверное. Да. 4 на 4. Иван тогда показывает ЕФ4. Получается, есть такой вариант СБ6. Но если черные решают, что играть все это не очень прикольно, они могут пойти в острую такую позицию и сыграть Е5-Ф4. Здесь есть два хода за белых. Вот сначала посмотрим ход СБ4. Этот ход проигрывает. Значит, размен на Д4. Черным нужно точно сыграть СБ6. И теперь, ну если белые нападают ФЖ3, то следует комбинация. Можно видео на паузу поставить, можно не ставить. ФЖ7. ФЖ7. ФЖ4. Ну если бить вперед, то шашка просто. Ну без шашки белые остаются или без двух даже. Без шашки. В общем, все плохо, да. Ну а если бить назад, то стандартный удар Петрова, который все уже много раз видели. ФЖ5. Сбили 2 на С3 и проводим комбинацию. Такие незамысловатые варианты, да. Да, соответственно, хода ФЖ3 у белых нет. Остается единственный ход АБ2. Ну и здесь следует другой удар. ФЕ5. Ну, шашкой А4, естественно, бить нельзя. Поэтому надо бить шашкой Д4, сбили-сбили на С5, поменялись и ФЖ3. Комбинация. Ну и в этом случае она выигрывает. В основном варианте будет похожая комбинация, но там она ведет к ничьям. А здесь чистый выигрыш черных. То есть СБ4 проигрывает. Разобрали мы ход СБ4. Надо играть именно СД4. То есть АБ4 нападение нам не страшно за черных. Черным нужно играть СБ6. Вот, естественно, на ФЖ3 снова у белых нет. Из-за той же комбинации надо играть БЦ3. Черные БЦ7. Вот здесь, ну, ФЖ3 по-прежнему нету. Соответственно, нужно играть. Ну, покажу вкратце. То есть на ФЖ3 снова эта комбинация ЖФ4. Если бьют вперед, тогда черные выигрывают таким образом. То есть нападают СД6 разок, разрушают колонну белых. Потом играют ЖФ6 и ФЕ5. Ну и после размена прорываются на предамочное поле. Предлагают сдаться, да? Да. Товарищ Кац предлагает сдаться. Интересное предложение товарища Кац. Но мы еще посопротивляемся. А если на взад бьют, снова комбинация Петрова. То есть играем ФЖ5, перебиваемся и легко выигрываем. Да, и снова черные остаются с лишним материалом. Значит, вместо ФЖ3, ну, ФЖ3 проигрывает. Вместо ФЖ3 надо играть АБ2. Здесь черные начинают проводить комбинацию. Другого нет. АБ4. ФЕ5. Снова надо бить ДФ6. Разменялись на С5 и ФЖ3. То есть похожая очень комбинация. Но здесь у белых есть контур-удар. АЖ5. Сбили. БЦ3. Допустим. Ну, перестановка ходов возможна СБ6. ЕД2. И пробивают две шашки на поле Б6. Кажется, что уже у белых преимущество. Ну, наверное, так оно и есть, скорее всего, но позиция ничейная. Здесь можно играть и ФЖ3. Вот как было в партии Кондраченко-Никеев, да, правильно? И с товарищеского матча, да. С товарищеского матча, да. И с товарищеского матча, да. И с ФЖ3, БА7. Значит, ЖФ4. ЖФ4, ДА4, да. И точный ход СДА6 надо сделать. Здесь вот АЖ7, либо АФ7 уже плохо. Из-за скидки второй шашки ДА5. Ну, допустим, АЖ7, ДА5 скинули и поставили дамку. Горзит АБ6, ну, нормальной защиты нет. Да. Вот такие дела. Вот, поэтому... А в партии было СДА6, и на ДА5 черные вернули лишнюю шашку, и последовал обоюзный прорыв дамки. Да, ничей. Ну, и здесь ничьям получилось. Вот, но кроме того хода, который сделал Юрий, вместо хода ФЖ3 здесь можно пойти еще ФЕ7. Вот, как в какой-то книге, наверное, даже написано. БА7, ЕФ6. Вот, мы оставляем шашку H8 на месте для будущих петель. Именно Ф8 введем на Ф6. Ну, теперь АБ8 не поставить. Ну, а на любой выжидательный ход, допустим, СДА4, мы играем ФЖ3. Ну, и на постановку дамки, скажем, для примера. Вот же Ф4, и работает петля. Вот нам пригодилась шашка H8. Ну, теперь на любые ходы белых ФЖ5 и ЖФ2 размен с ничьей. Ну, вот примерно так можно было играть эту партию. Но в партии последовало по-другому. В партии был именно размен ЕФ4 первым же ходом вместо ХЖ5. Вот этот размен сомнительный. Белые нападают ФЖ3. Это сильнейший ход. И здесь еще возможны шансы на ничью за черных после хода ЦБ6. То есть временная жертва шашки, БЦ5. Вот, все размены назад, вперед. Ну, и теперь со временем черные отыгрывают шашку на Е5. Вот, нападают ЕФ6 сразу. Но белые начинают окружать уже шашку, стоящую на Д4 у черных. И, ну, владеют преимуществом. Солидным преимуществом. При правильной игре ничья есть, но играть так не особо хочется. Поэтому все в партии играют ЕД6. То есть совершается размен. И здесь сначала покажем, как было в партии или основной вариант. Давай в партии. Вот, в партии последовало ДЦ5. Это не точность. Потому что следует ход ФЕ7. Вот, четко отреагировал Тимофей. И теперь на СД2 нападение СД6. Ну, и возникает известная, я думаю, позиция мастерам, гроссмейстерам. То есть у черных уже преимущество. Вот после хода ЖФ2 и размена. Вот ход ЖА6 уже выигрывает партию. То есть грозит удары в Ж3, в Ж5. Нормальной защиты нету. То есть если ФЕ3, АЖ7, там ничего не меняется. В партии последовал размен 2 на 2. АЖ5 и ФЖ3. Ну, здесь четкий ход ДЦ7 позволяет черным достичь выигрыша. Вот в партии был ход СД4. После чего последовал несложный выигрыш СД6. Нужно отыгрывать шашку БА3. Ну, и просто за счет свободного темпа АЖ5, ЖФ4. И сходка в пользу черных. Черные выиграли. Это АБ2, Ж7, там, допустим, БА3, ЖФ6. Ну, или так. Тут еще была жертва в этой позиции, СД6. Да, в этой позиции была жертва. Вот я предлагал, но она все равно не спасает белых. То есть жертва СД6 и ЕФ6. Черные, ну, понимаешь, что в дамки пускать не очень круто, поэтому СД6. Белые БА3. И теперь строим колонку АБ6. Ну, допустим, ДЕ3, БА7. Ну, грозил удар. То есть ДЕ3 надо играть. Да, ДЕ3, БА7. Черный строит в будущем колонку. Тут сперва скидываем ДЕ5, а потом БА7. Да, да, точно. То есть зажимаем полностью все шашки. Белых, то есть шашка АЖ2 играет сразу же против двух шашек черных. И черные здесь легко подбежали. Если сразу БА7, то ЕФ4 там уже белые выиграют. Ходы перейдем. У ТАЖ3, АЖ7, ЖФ4, ЖФ6, АБ2, ФЖ5, ФЕ5. Ну, все форсировано. Тут белым не отвернуть. И на ход ЖФ4, ЕФ6, играем АЖ5. То есть отходить нельзя, иначе будет несложный ударчик по затылку. И черные выигрывают. Белые это видят и еще сопротивляются, допустим. ДЕ5, бой, и ЕД6. Ну, черные возвращают лишнюю шашку и идут в дамки. Ну, здесь еще белые сопротивляются, играют ЕД4. То есть, видите, стоит угроза ДЦ5. Там эншпиль, конечно, выигранный, но так за черных я бы играть не рекомендовал. То есть, если сразу же ломиться в дамки ЖФ2 или ЖФ2, там проблемы будут. Поэтому лучше сыграть ФЖ5, а здесь проблем нет. Ну, допустим, БЦ5, ЖФ2. СД6. И жертвуем еще одну шашку. Надо бить назад. И ставим дамку на Ж1. Надо отходить. Тогда снова нападаем. И тут уже можно смело сдаваться. Да, все верно. Ну, тут сопротивление белых подольше, но тем не менее все равно они проигрывают. Так, Иван, еще покажи вариант, что в этой позиции, вот, друзья, запомните, надо играть именно Ж6. А вот ход БЦ7 здесь проигрывает. То есть, черные, если перепутают варианты с игрой от БЦ7, здесь уже белые выигрывают. Все переворачивается. Мне заодно расскажи, я не знаю. Ага, подожди, я же тебе показывал. ФЖ3. Надо играть СБ6. Другого нет. Побили. Побили. И белые здесь выигрывают. Играем АЖ3. Ну, и здесь везде выигрывает комбинация. То есть, на ход АБ6 мы меняемся СБ4. Грозим выиграть шашку, поэтому надо отходить ДЕ3. Тогда выбиваем шашку Д8, опорную, ходом БА5 и разменом. Затем ЖФ4 играем. И снимаем три шашки с выигрышем. Так, если в этой позиции черные играют, допустим, ДЦ7, тогда снова эта комбинация. Играем СБ4. Надо отходить, потому что белые грозили выиграть шашку. Ну, просто БА3. ЖФ4. Ну, и как-то выигрываем. Так, и последний вариант тут. Если черные это видят, меняются сами на поле Ж5. Когда белые отходят, грозят выиграть шашку, поэтому надо играть ЖФ4. Ну, белые просто бьют на поле Е5, шашкой Ж3. Ну, и здесь выигрывают после размена СБ4 за счет рожна на поле Д6. Я думаю, тут выигрыш не представляет сложности. Вот такая позиция отманчивая. Помнил я все эти варианты. Довольно давно мы с Олегом это разбирали уже. А теперь давай покажи выигрышный вариант. Как правильно надо было играть белым. Только сейчас удосужились записать видео, да. Получается, после размены Д6, ДЦ5 ходить не нужно, надо играть СД2. Так, покажу. Вот надо играть именно СД2, да. Да, стрелочки наши, все. Вот, после хода FE7, в чем у нас получается разница здесь? Вот на FE7 мы уже не играем, ДЦ5, мы играем именно ЖФ2. То есть, именно в этом принципиальная разница. Ну, покажи, что два хода есть, Ж6 и FE7. Есть Е7, тогда ЖФ2. Вот ЖФ2. То есть, здесь мы уже не даем ходов на правом фланге черными за, ну, ДЦ5 простого удара. Остается только же А6. Нападаем ФГ3. Единственный ход черных – Ж7. Побили, ЕД6 напали. И нужно сыграть АБ4 и точный ход БА3. Вся идея в том, что на АЖ5 последует, ну, несложный такой удар. ДЕ3, ДЕ5. Ну, и сначала, допустим, бьем. Ну, неважно куда. Ну, можно А3 на Е3 побить, можно сразу в дамке. Разницы нет. Ну, а если АЖ5 не играть, то там за счет хода БЦ5 просто шашка забирается. Соответственно, хода FE7 здесь нет. Черные играют Ж6 в этой позиции чаще всего. То есть, стоит удар FG5, D7. Сыграть FG5, D7, да. Соответственно, белым надо ДЦ5. FE7 теперь хода нет из-за простого удара. Нужно FG7, единственный ход у черных. Ну, да, тут простой удар. Надо FG7, другого нет. Играем Ж2. АЖ5, снова единственный ход, как можете убедиться. И такой симметричный ход с другой стороны АБ4 за белых. И в этой позиции есть несколько вариантов. Ну, первый, самый простой, это CB6. Проигрывает из-за ДЕ3. То есть, куда бы черные не били, ну, на Д4 просто шашка теряется, бьем 2. Если же бить F4 на Д2, то следует комбинация. БА3. Ну, в стиле игры Филиппова такая. Бьем 2 на Е3. И ЕД2. CB6 посмотрели. Теперь ход ДЕ7. Ну, следующий, который тоже довольно несложно проигрывает, это просто нападаем FG3. Соответственно, другого хода, кроме CB6, особо не видно. Иначе шашки теряются. Бьем на Е5. Черные бьют на Д4. Ну, и проводим комбинацию. Отдаем БЦ5. БЦ5. Затем можно CB4 отдать, либо FG3 пойти. Ну, тут кому что больше нравится. Ну, и белые легко выигрывают. Да. А самое вкусное, возможно, после хода G6. Да, после хода G6. То есть, грозит простой удары FG3. Поэтому надо закрываться FG3. Далее следует у нас ДЕ7. Нет, ну, два хода, возможно, CB6 и ДЕ7. Ну, сначала, наверное, ДЕ7 покажем. Давай ДЕ7 покажем, да. Да, ДЕ7. CB6 туда ты покажи. Да, ДЕ7. Мы играем теперь БА3. Сами грозим ударом. Надо закрываться CD6. Следует ход EF2. Вот неоднократно Евгений Кондраченко показывал это на стримах. Теперь, если БЦ7 играют черные, то следует элегантная жертва CB6 и нападение FG3. Ну, и чтобы теперь не делали черные... Ну, тут надо закрываться. Другого нет. Ну, я бы сказал, что тут уже ничего нет. То есть, везде проигранные H4. Совсем такие проигранные. Можно бить куда угодно. Допустим, бьем 5 шашек. Да, черные проходят в дамки. Мы бьем А3 на С1. Ну, и с двумя лишними шашками что-нибудь тут замутим. Вот. Соответственно, черные... Вот, вернемся к этой позиции. Да, черные могут здесь играть чуть хитрее. Вместо хода БЦ7. Они могут сами сначала отдать FG3 и пойти БЦ7. Но в этой позиции следует удар. Подожди. Пусть поставят на паузу. Попытайтесь найти комбинацию за белых. Здесь она очень красивая. Как раз хотел это сказать. Да. Ладно, показывай. Показывай. Да, выигрывает ход FG5. Ну, бить на B6, естественно, смысла нет. На F4 тоже просто CB6 отдадим. И на B8 пробьем. Черные никуда не прорываются. Соответственно, надо бить на B2. И здесь самый сложный момент. Да, вот. Если бить на B2, то нужно сначала сбить именно одну шашку. A3 на C1. Теперь черные бьют 3. A5 на G3. Мы бьем H4 на A5. Ну, и такой двойной удар. И возвращаемся на поле. Двойной удар в стиле Жан-Клода Ван Дамма, да? Ха-ха-ха. Что-то типа того, да. Вот, CB6, наверное, лучше тебе показать. То есть, DE7 мы разобрали. Еще возможен ход CB6. Тогда уже надо закрываться. ED4. И тут возможны 4 хода. BC7, DC7, DE7 и HG7. Давайте разберем все. После HG7 белые проводят комбинацию. Тоже можете поставить видео на паузу. Она не сложная. То есть, DE3 и DE5. Ну, и как бы черные не били, здесь белые выигрывают. То есть, если черные бьют на поле D4, тогда мы бьем именно на поле C1. Ну, и после того, как черные закрываются, мы проводим удар BC5. Ну, и белые выиграют за счет лишней шашки и рожна на поле F6. Понятно. Если черные в этой позиции бьют на поле D4, тогда белые снова проводят вот этот удар. То есть, играют B3. Бьют на поле C3. Черные бьют на поле B2. Ну, и тут можно побить либо в дамки, либо на E3. Без разницы. Все сводится вот к этой позиции. Ну, и видите, черные не успевают пройти в дамки, белые легко выигрывают. Так, ход AG7 разобрали. Еще возможен ход DE7 в этой позиции. Тогда здесь белые тоже проводят комбинацию. Играем DE3. Затем DE5. И у черных есть два варианта боя. Если черные бьют, допустим, F на D4, тогда снова бьем на C1. Видите, GF4 нельзя играть, потому что черные останутся без шашки после Bc5. Поэтому надо играть GF6. А здесь очень красивый выигрыш. Кстати, на канале Андрея Валюка впервые я увидел вот этот разбор. И там был продемонстрирован выигрыш. То есть, белая игра от AG3. И видите, у черных неприятная связка. Надо играть Bc7, другого нет. Тогда белые размениваются Bc5. И связка сохраняется. И позиция точная. То есть, белым надо играть предельно точно для выигрыша. BA3, CD6. И здесь надо сделать такой необычный ход CD2. Ход с двумя восклицательными знаками. В чем идея? У черных есть два хода. AB6 и DE5. Если черные играют DE5, тогда мы играем DE3. И на ход AB6, видите, черные хотят выиграть белых. То есть, если сыграть AB2, тогда черные играют BC5. И на ход BC3 скидывают шашку и нападают ходом GF4. И должны выиграть эту позицию. Поэтому в этой позиции не надо играть AB2. Надо пожертвовать шашку ходом ED4. И скромно напасть ходом AB4. Ну и черным остается только сдаться. Куда бы они ни жертвовали, белые выигрывают вот как раз за счет вот этой связки. Шашек G5, F6 и H6. То есть, видите, белые шашки H4 и G3 сдерживают сразу же три шашки черных. Все-таки пироги. Так, разобрали AG7 и DE7. После BC7 здесь также выигрывает комбинация. То есть, играем DE5. Надо бить только B на D4. Все остальное быстро проигрывает. Тогда бьем на G7. Ну и как бы черные не били, здесь белые выигрывают шашку. То есть, бьем C на G3. Черные бьют на C3. Ну и здесь можно побить на F6. Черная играет FG7. Мы бьем на B4. Ну и остаемся с лишней шашкой. Так. Ну и последний ход. Самый сложный. DC7. Здесь выигрыш белых далеко не очевидный и сложный. Не надо жертвовать CD6. Это не ведет к победе. Надо сыграть точно B3. Теперь у черных есть два варианта. Fe3 и Fe5. Давайте разберем оба. После хода Fe3 мы бьем именно на F2. Ну и после размена черные бьют на B2. Мы бьем назад. Черные бьют еще раз. И мы бьем на B4. Ну и видите, друзья. Если черные здесь играют GF4. Тогда мы играем Bc5. И занимаем тычковое поле на поле C5. И видите. Три шашки черных. Ничего не могут сделать против одной шашки. Также грозит HG5. FG3. Позиция белых легко выигранная. Если же черные, допустим, в этой позиции сыграют как-нибудь АБ6. Тогда мы просто сыграем Fe3. И снова выиграем за счет связки левого фланга черных. Тут уже, как говорится, своей головой думаете. Выигрыш везде. Второй вариант в этой позиции сыграть Fe5. Тогда бьем H на F6. Черные бьют. И играем ЕF2. Белые грозят выиграть черную шашку F4. Ну и далее, возможно, следующий вариант. GF6. FG3. Черные жертвуют шашку ходом Fe3. Надо бить только вперед. Тогда FG5. Надо отходить. GH4. Снова надо отходить. И на ход HG7 создается такая непонятная позиция. Даже непонятно у кого лучше. Но все-таки у белых здесь выигрыш. Запомните. Белые выигрывают с помощью контр-жертвы. Надо сыграть ЕF6. И белые выиграют за счет центра. То есть черные снова жертвуют шашку. Другого нет. И прорываются на придамочное поле. То есть HG3. Ну и здесь можно сразу же идти в дамки. Можно разменяться в CD6. И белые, видите, проводят обе шашки в дамки. А черные проводят только одну дамку. Ну и постепенно потом будут строить петли и выиграют эту позицию. Тут уже, как говорится, своей головой, думайте. Ну все, вроде все варианты показали. Да, в первой партии вроде все. Надеюсь. Не знаю, может кто-то забыли. Вроде ничего не забыли. Во второй партии соперникам выпала следующая жеребьевка. Белая шашка А3 летит на А4. Черная Е7 летит на А3. В этой позиции возможны три хода. ЖФ4, ЕФ4 и ЦД4. Ну почему-то все шашисты в этой позиции всегда играют ЕФ4. Ну и здесь лучше всего сыграть БА5. Белая игра от ФЕ3. И здесь возможны два варианта. Давай, Иван, покажи тогда вариант с ДЕ5, а я покажу с Е5. Да, разбирал когда-то очень-очень давно эту позицию. Нашел ход ДЕ5. И здесь, возможно, даже ловушка со стороны черных. Ну естественно, ощутимый здесь перевес у белых. Допустим, после размена ЖФ4 назад. Ну и на протяжении всей партии белые будут давить. Но черные аккуратно игрой делают ничью. Если вместо ЖФ4 играют ЕФ4 белые, то следует такой вот размен. АБ6 сбили, ФГ5. Ну и после боя двух шашек. Позиция более-менее уравнивается. Но некоторые инициативы у белых, наверное, сохраняются все-таки. А мне больше за черных нравится. Такая равная, да. Но в чем заключается ловушка? Если белые захотят здесь немного подкрутить позицию и сыграть Ж1, Ф2, то здесь возможен перехват стороны черных, БЦ7. Ну и теперь чисто интуитивно хочется, естественно, связать ЕФ4. СД6 закрываются. Черные ФЕ3. Тоже вроде логичный ход. Но после хода ФЕ7 неожиданно выясняется, куда ходить. У белых вроде красивая позиция, а ходов нет. Выясняется, что здесь... Ну вот хода СД4, допустим, нету. Просто шашку выигрываем, да. Хода ФГ5 в этой позиции тоже нет. Вот ФГ5 размен. Нападаем просто ЖА6. Надо размениваться ЖФ4 вперед. Нападаем ФЕ5. Надо СД4, другого нет. И здесь нужно именно на С3 побить. Ну если на Ж3 побить, потом отыграют шашку. Белые там ничья. А после боя на С3, ДС5. То есть размениваемся назад. И эта позиция выиграна. То есть все сходки из-за вот этой связки в пользу черных. Ну дальше разбирать уже не стоит. Вот, в этой позиции, то есть ФГ5 нету. Ну как выяснилось, единственная ничья в этой позиции после хода СБ4. То есть отдать шашку под все ветра просто. Ну, скажу только, что здесь ничья у белых. Все это разбирать, конечно, смысла большого тут нет. То есть белые просто играют без шашки, как ни в чем не бывало. И говорят, что это нормально. В общем, такие новости. Вот это был ход ДЕ5. А партии Цинов Проскурин, Тимофей сыграл ФЕ5. Ход считается слабым в теории. Но на самом деле здесь есть очень тонкие ловушки за черных. И, друзья, все-таки в этой позиции я бы тоже сыграл ФЕ5. Теперь возможны несколько ходов. ЦД4, ЖФ2 и АЖ5. Ну, после АЖ5 черные проводят удар. ЖФ6 и ЦБ6. Ничья здесь у белых есть. Но надо очень точно защищаться. Так как рожен на поле ДЕ6. Подвержен атаке. Черные здесь атакуют. Так бы играть за белых я не рекомендовал. Очень такие тонкие позиции. На волоске, как говорится, висит партия белых. Ну, есть размен ЦД4. Допустим, сильнейший вариант здесь такой. Я разбирал на компьютере. Играют черные АБ6. И на ход АБ2 играют АБ4. С идеей разменяться назад. Белым надо препятствовать этому ходам БЦ3. Ну, тогда черные проводят удар. ЖФ6 и ДЕ5. Ну, и партия заканчивается так и не начавшей. Черные бьют на Ц3. Белые, допустим, на Б4. Тогда на Ц5. Ц7. И на Д6. Ну, и абсолютно равная позиция. Подкрутка, возможно, за белых после хода ЖФ2. Так и было в партии. Кстати, Арсению я подсказал этот ход. Ход интересный. Но черные здесь могут сделать ловушку. Что и последовало в партии АБ6. Белым надо меняться. Другого нет. Черные сразу же играют ДЦ5. И видите, сказывается слабость поля Ж1. То есть, после размена, допустим, ФЖ5, приходится бить только в центр. А шашки белых в центре подвержены связкам. Поэтому Арсений в этой позиции сыграл АБ2. Тимофей ответил ФЕ7. И здесь Арсений ошибся. ФЖ5 уже проигрывает. Здесь можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Очень необычный ход делают черные. И выигрывают во всех вариантах. В нескольких вариантах проводят красивые комбинации. Здесь надо было сыграть именно АБ4. Теперь видите, на БЦ3 будет простой удар. ЕД6. Побили, побили, побили. И черные прорываются в дамки и празднуют победу. Белые это видят. И, допустим, играют ФЖ3. Тогда черные играют ЕФ6. И грозят сыграть БА5 и выиграть шашку. Поэтому белым приходится играть ЕФ2. А здесь черные проводят симпатичную комбинацию. То есть, играют БЦ3. Надо бить две шашки. Затем ЖА6. Бой на Ж7. И черные прорываются в дамки. Белые также идут в дамки. Но их дамка тут же ловится. БЦ5. И черные выигрывают. Если белые все это видят. Еще играют ХЖ5. То есть, видите, тоже пытаются максимально сопротивляться. ЖФ6 ничего не дает. Так как на ЖФ6 белые сыграют БЦ3. И здесь отыграют шашку. Здесь выигрывает за черный ход ЕД6. Надо играть именно таким образом. Здесь надо отходить Ж6 белым. Другого нет. Тогда черные бьют на поле Ф4. Белые на поле Ф8. И черные здесь проводят тоже симпатичную комбинацию. Тоже можете поставить видео на паузу. И попытаться найти ее за черных. Черные играют ФЖ3. Ну и куда бы белые не пробили. Черные затем играют ДЕ7. И прорываются на поле А1. С выигрышем. Вот такие интересные варианты. Могли быть в партии. А наиболее сильнейшее продолжение в этой позиции возможно после хода БЦ3. Тогда черным надо играть ЕФ6. И белым надо меняться ФЖ5. Тут форсированный вариант. И здесь не надо играть СБ4. Как было в партии. Могло свестись в партии Ценов Проскурин. Здесь черным надо проводить комбинацию. То есть играем АБ4. Затем СБ4. И БЦ5. Черные прорываются на преддамочное поле. Но белые спасаются за счет присоски. Или так называемого контур удара. То есть играем ДЦ3. Черным надо бить на Д2. Белые бьют на Ц5. Черные бьют на А5. Ну и здесь либо ЦД6, либо АЖ5. Без разницы. Все сводится к следующему варианту. Допустим АЖ5. ЖФ6. Размен. Белые играют СД6. И ставят Ржон на поле Д6. Но видите, черные здесь играют АБ4. И форсированно проходят дамки. Позиция кажется за белых страшной. Но на самом деле здесь есть даже прикольная ловушка за белых. То есть играем ФЕ3. И на ход БЦ3 играем ЕФ4. Черные играют ЦБ2. И здесь не надо дергаться играть ФЖ5. Здесь надо сыграть ЕД2. Именно таким образом. Теперь если черные пойдут в дамки. Не выдержат у них нервы. Они здесь даже проигрывают. То есть мы просто отдаем одну шашку ФЕ5. Затем еще одну ДЦ3. И играем ДЕ7 с выигрышем. Кстати, возможно прикольная позиция. Это уже чисто, так сказать, этюдный вариант. Если сыграть АЖ3. И черные сыграют АЖ7. Здесь в этой позиции возможен был этюдный выигрыш. То есть надо играть ДЕ7. Черные откидывают белую шашку. И играют БЦ7. И вот можете поставить видео на паузу. Попытаться найти выигрыш за белых. Он здесь единственный. И очень симпатичный. Если найдете выигрыш за белых, то получите эстетическое удовольствие. Показываю выигрыш. ЖФ6. СД6. ФЖ7. ДЕ5. ЖФ8. Надо ставить именно сюда. И на ход ЕД4. Надо точно пойти дамкой на поле А6. Теперь черная игра ДЦ3. И грозят подорвать пункт С1. И поставить дамку с ничьей. Но белая играет дамкой на Е3. И после нападения уходят на поле Ф2. Черные вроде бы прорываются в дамки. Но их дамка тут же гибнет после хода Ж4. И дамка и две шашки черных остаются заперти. Белые празднуют победу. Вот такой прикольный этюдный выигрыш. Ну а ничья в этой позиции была возможно... Если не идти в дамки Б1, а сыграть АЖ7. То есть не надо черным тут торопиться в дамки. Белые играют АЖ3. Снова ставят вот эту ловушку. Ну черные играют спокойно ЖА6. И на ход ЖА4. Опять же снова, видите, нельзя идти в дамки. Черные играют ФЕ5. И после хода ДЕ7 уже партия заканчивается ничьей. Вот такой основной вариант. В партии же оба соперника ошиблись. В этой позиции Арсений сыграл ФЖ5. И здесь уже Тимофей не нашел труднейший ход АБ4. Он здесь сыграл ЕФ6. Этот ход выпускает выигрыш. Но здесь еще была за черных ничья. Арсений сыграл БЦ3. И после хода ЦБ4, видите, черные грозят БЦ5 сыграть. Мы здесь во время партии, то есть на стриме это все игралось. Я здесь немножко запаниковал. Но Арсений нашел прикольную жертву за белых. АЖ5 и ЕФ6. И несмотря на лишнюю шашку, черным здесь для достижения ничьей играть надо точно. Далее в партии было ЦД4, АЖ3. Ну и здесь Тимофей последний раз ошибся и проиграл. Он сыграл ЦД4 и проиграл. А ничья была возможна после хода ЦД6. Тогда белые играют ЖФ4 и черные играют БЦ7. Для чего такой ход делается? Для того, чтобы в дальнейшем построить петли. То есть если белые сыграют ФЖ5, у черных лишняя шашка. Они жертвуют. Две шашки. Видите? Выигрывают одну. Затем выигрывают вторую. И останутся с лишней шашкой. Здесь у белых все-таки есть ничья. Но белые естественно так не будут играть. Они лучше сыграют ФЕ5 с разменом. Но черные тогда играют АЖ7. И видите? Вот для чего был сделан ход БА7. Дамка белых тут же попадает в петлю. Затем форсированный вариант. ФЕ3. У черных страшная позиция. Но все-таки ничья есть. ДЕ7. ЕФ4. Ну грозил ход ЦД4. Ну и черные здесь все равно играют ЦД4. Затем прорываются на придамочное поле. И достигают ничьей. Например ФЖ5. ЦБ2. ЕФ6. Ну можно отойти конечно. Ну проще наверное отдать шашку. И будет ничья. Здесь есть ловушки за белых. Но ничья. Это будет закономерный результат в этой позиции. В партии же Тимофей сыграл ЦД4. И здесь мы с Арсением ошиблись. Арсений хотел побить на Е5. Рассчитывал варианты. Я ему тут неправильно подсказал. Сказал конечно на Ц5 бей. Давайте рассмотрим варианты после боя на Ц5. Далее в партии было. Бой на Ц5. Бой на Д6. ЖФ4. ЦБ6. Арсений разменялся. ФЖ3. Ну и здесь он выиграл. То есть Тимофей ошибся. БЦ5. Этот ход проигрывает. Белые сыграли ЖХ4. Ну и далее форсировано. ЦБ4. АЖ5. БА7. ЖХ6. ДЦ7. АЖ7. ЦБ6. Белые поставили дамку на Ф8. И когда черные сыграли ДЦ5. Белые провели несложный удар. ДЕ3. И побили дамкой на поле Е1. С выигрышем. А тут на самом деле была несложная ничья за черных. То есть вместо хода ЦБ4. Здесь надо было сыграть ДЦ7. Видите черные строят колонну. Ну и на ход АЖ5. Они жертвуют шашку АБ4. И играют СД4. То есть видите. Грозят сыграть ДЕ5. Поэтому белым лучше всего пожертвовать шашку. Ходом ЦБ2. Ну и партия заканчивается ничьей. Так. А самые прикольные варианты. Возможно были в этой позиции. Если бы белые побили не на Ц5. А на Е5. Черные пожертвовали шашку. Поэтому им необходимо прорываться. Другого нет. БЦ3. Бой-бой. И тогда белые играют неожиданно ЖФ4. В чем идея? Если черные сыграют ЦБ2. Тогда белые делают вот такой удар каблуком. То есть играют ФЖ3. Черные бьют две шашки. И белые. И белые видите. Бьют назад. И побеждают за счет рожна на поле Ф6. Если же черные в этой позиции меняются. Допустим. СД6. А другого нет. То есть видите. Допустим. На ход ЦБ6. Грозит уже ЕД4. И черные не могут отходить. Так как снова удар вот этот стоит. Хочу обратить еще ваше внимание. Что в этой позиции вместо ЖФ4. Если бы белые сыграли ЕД4. Они бы здесь даже проиграли. Иван. Найди выигрыш за черных. Я же его искал еще вместе с тобой. Ну ЕД6. Ой. СД6. Да. Верно. Ну и когда не побей. Везде плохо. То есть если сюда. Тогда черные остаются с лишней шашкой. А если бить сюда. Тогда черные прорываются на предамочное поле. Да. То есть а после хода ЖФ4 ничьей нет. То есть так. Давайте еще рассмотрим СД6. Возможный вариант. Туда белая играют ФГ5. Допустим. СБ2. Играем ЕФ4. Не даем хода ДЕ5. Но видите. Дамку ставить нельзя. Так как она будет тут же поймана. Поэтому. Допустим. ДЦ5. Ж6. СБ4. ЕД2. Снова нельзя ставить дамку. Черные делают последний выжидательный код. ДЦ7. А здесь тоже красивый выигрыш. Белая играют ФЕ5. И снова стоит угроза ФГ3 и ДЕ3. То есть на ход СБ6 просто играем. Таким образом. ФГ3 и ДЕ3. И видите. Снова дамку ставить нельзя. Если же в этой позиции черные играют. Допустим. Ставят дамку на А1. Тогда выигрываем снова ФГ3 и ДЕ3. И дамка черных будет поймана. Вот такие интересные варианты остались за кадром. Сегодня мы с Иваном показали вам их. И если вам, друзья, понравилось данное видео, поддержите наше творчество. Поставьте большой палец вверх. И подпишитесь на канал. Всем спасибо за внимание. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Да. Спасибо за внимание. До свидания.